Мы прибыли в Диснея в Голливуд студию. Погода так более-менее нормальная. Сейчас вам покажу, сколько что стоит. Сейчас приближу. Так, ну покажу вам, что вокруг. При тем, как войти в парк, вас посмотрят сумки. Вы должны их открыть и показать, что находится у вас внутри сумки. Вот такой здесь обычай. Вы ставите машину на парковку, вам помогают в этом. То есть руководят руками, куда поставить вам. Потом вы садитесь на маленький паровозик и вас привозят в парк. Потом вы идете в кассу, покупаете билетик. Следующий процесс идет отпечаток пальцев. Вы должны прислонить к маленькому такому круглому созданию свою карточку. и прислонить пальчик, то есть сканировать, что ваша эта карточка. Но потом вы ходите в парк. А дальше уже по карте вы идете и смотрите, куда вам пойти. Первым делом мы идем вот на эту башню, там падающий лифт. Мы, конечно, уже катались на этом аттракционе. Здесь очень большая очередь. Можно взять пропуск, но пропуск по времени. То есть, допустим, вы подходите к этому аттракциону, там стоят автоматы. И вы можете взять пропуск на определенное время. И прийти к этому времени уже без очереди пройти и покататься вот на этом аттракционе. Прикольный аттракцион. Но если вы страдаете сердечными заболеваниями или другими заболеваниями, которые боязнь высоты, резкая спуска вниз, лучше не рекомендуется на таком аттракционе кататься. Вот народу не так уж и много, пока немного. Но я думаю, что ближе к 12, может быть, уже будет намного больше. Сегодня планируется у нас посетить два парка Диснейленда. Мы вчера были в Универсале, замерзли. Мы оттуда ушли, немножко прошлись по торговому центру. Ну, купили Варонике джинсы, и Вадим купил себе джинсы целые, умеренные. Вадим купил за 45 долларов джинсы. Вот, и Вароника купила себе наушники, которые можно использовать, втыкать их в мобильные, то есть, да, мобильные слушать музыку. Вот, вот про это я говорила, можно взять пас-пас по времени и потом подойти к этому времени. Вот такая машинка стоит, помогает тетенька руководить. Вы засовываете туда карточку, и вам подается билетик на определенное время. Все легко и просто, даже в трибонах справляется с этим делом. Мы ходим внутрь, здесь такие интерьеры интересные. Тут полная, тут полная паутина. О, лампочка вся в паутине. Да. Орел весь в паутине. Ну, это наподобие такого заброшенного отеля. Если кто смотрел художественный фильм про застрявший лифт, где они застряли во времени, никак не могли выбраться. Вот, это наподобие такого аттракционной сделали. Вот, чемоданы стоят, забывшие своих хозяев. Вон, это какого-то, который регистрирует. Ого, да, чемоданы. Кстати, Андрюху сюда пустят на этот аттракцион. Ну, аттракционный есть по росту детей. Не по возрасту, а именно по росту. Сейчас. Мы отстояли, наконец-то, в большую очередь. Вот, мы проходим. Это проходит баст, который взяли заранее билетики, проходит, сканирует свои браслетики. Есть карточка, есть специальные браслетики. Нарву одевают они и проходят. Сейчас девушка расслонит. Мы сейчас стоим в очереди, ждем своего лифта. Здесь очень много береги. Лифт, вот вся очередь стоит. Лифт трубы. В подвальном помещении находимся. Темно, к сожалению, темно. Sorry, извините. Вон, видите, в далеке нашу дверь. Такую кабинку заполняют людьми, закрывают все двери и сейчас поедет наверх. Это в служебный лифт. Молодок человек приглашает всех в лифт зайти. Там есть специальное сидение. И вас прищеткивают, чтобы вы не выглядели. Все сейчас заходят туда, все дружненько. Потом поднимаются они наверх и резко вниз, вверх, резко вниз, вверх. Выговорил. Сейчас откроется лифт, мы пойдем. Давай, давай. Вот такие сиденья. Сейчас мы будем прищелкиваться. При выходе из аттракциона лифта можно зайти в магазин сувенирчиков, купить интересные вещи, которые вам понравились. Могу честно сказать, что лучше покупать не в парке. Вещи все-таки они здесь дорогие. Можно купить в аутлетах. Есть тоже магазин в Диснейленде. И там купить намного все это дешевле. Сами понимаете, то, что все-таки в парке идет накрутка большая. А такие смешные шапочки. Мы продолжаем прогулку по Диснейленду. Очень интересный и забавный тут интерьер. Плюс что-то добавляется, что-то исчезает. Но с другой стороны, странно, люди радуются. Но что можно тут заметить? Ну, то, что в этом году очень много приехало людей, чтобы посетить парки. Ну, новогодние каникулы у детей и взрослых. На дорогах пробки и парки столботворения. Но я думаю, что скоро все это раздается и будет намного легче. Но то, что еще я замечаю, то, что люди не особо зациклены на одежде. То есть они одеваются, как им покомфортнее выглядеть и удобно. На каблуках люди ходят, но это, скорее всего, люди, которые не обдуманно одели каблуки. Но в основном здесь ходят в кроссовках и кедах. Потому что все-таки парк очень большой. Но передвигать вот на таких механических машинках, как мужчина сейчас едет, и в прокат можно взять и кататься по парку. Но для тех, кто ноги болеют или спина проблемная, только для таких. А вот для молодежи, для более таких, они не предназначены. Нужно ходить пешком, товарищи. Спорт – это великое дело. Также здесь много магазинчиков, где можно купить сувенирчики. Но могу сказать, что здесь сувениры не стоит покупать, потому что цены завышены. Сами понимаете, парк есть парк. Естественно, прибыль делает на туристах, которые, ну, не могут, нет возможности поехать чуть подальше от парка, купить и такие же сувениры, но чуть поменьше. Вот. Ну, погода, в принципе, такая. Комфортная, и не жарко, и не холодно. Приятная погодка. На каждом можно уголочки покушать, разнообразную еду. И плюс ко всему попить кофе. Продолжение следует...